Кто-нибудь сказал, что сейчас я на перевал буду подниматься на канатной дороге, каждый день еще и на работу, ну как бы за областью фантазии. Каждый рабочий день Александра Мороза начинается с канатной дороги и проходит в горах на высоте тысячи метров. Еще несколько лет назад Александр не имел ни хорошей работы, ни профессии, трудился в огороде. Сегодня он заместитель руководителя службы ратраков на Розе Хутор. В его подчинении 27 снегоуплотнительных машин. Зимой, во время высокого сезона, эти гиганты трудятся на трассах, летом находятся на техобслуживании. В цехе работает 22 сотрудника, почти все так же, как сам Александр, краснополянцы. Я, наверное, родился под счастливой звездой, не только я, мы, наверное, все жители города Сочи. Повезло нам, очень повезло, что все-таки Олимпийские игры пошли у нас. Все у нас возросло, улучшилось, очень приятно и очень хочется жить в поселке своем. И не хочется выезжать мне больше никуда. Всего за несколько лет из обычного поселка Красная Поляна превратилась в горный круглогодичный курорт. Олимпиада круто изменила жизнь краснополянцев. Зимние игры смотивировали местных жителей отремонтировать фасады домов. Тем, кто не смог сам, через администрацию помогли спонсоры. Новые дороги, заборы, магазины, гостиницы. Теперь абсолютно все живут в новых условиях, которые максимально приближены к городским. Не хватает только газа. С долгожданным ответом на вопрос, когда в дома придет голубое топливо, местные жители обращаются к главе города. Анатолий Пахомов, в свою очередь, адресует его подрядчику. На данный момент ведутся работы по передаче документов, необходимого пакета документов в Департамент архитектуры и градостроительства Краснодарского края для получения акта ввода в эксплуатацию построенного объекта. Реальные сроки подключения газа прокомментировал по просьбе мэра в ходе телефонного разговора вице-губернатор Кубани и министр энергетики края. У нас теперь есть заверение, что до 10 сентября вся исполнительская документация будет передана к Гургазу, а Гургаз говорит, что 15 числа газ будет в трубах. И мы уже видим, что жители, 50 жителей или 50 дворов Красной Поляны уже подключились к этой системе. Еще одна важная тема – работа в поселке социальных объектов. Первым Анатолий Пахомов осмотрел детский сад. Недавно он был отремонтирован, помогли меценаты. Да и сами работники детсада стараются поддерживать территорию в идеальном порядке. Я очень благодарен и вам, и, конечно, заведующим, за то, что так поддержим, шефам. Хорошую все-таки мы придумали форму. Да, и шефы у нас с каждым годом все больше и больше появляются. И, вы знаете, это не только детский сад в Красной Поляне, хочу сказать, это весь город. Также Анатолий Пахомов осмотрел школу и дом культуры. Местный клуб работает все лето. Здесь организованы кружки по интересам. На каникулах здесь проводят время десятки детей. Посетил Анатолий Пахомов и обновленный храм, воскресную школу и библиотеку. Пообщался с казаками, которые в Красной Поляне наравне с полицией стоят на страже общественного порядка. Все социальные объекты в поселке капитально отремонтировали. Сделали это при подготовке к играм. И сегодня, отметил Анатолий Пахомов, важно сохранить все это уникальное наследие, которое жизнь тысячи краснополянцев изменила к лучшему. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.